КАРТИНА МАСЛА Мы идем с детьми в детский сад и возвращаемся обратно. У меня двое детей. Получается, идем мы по загаженной дороге, по мусору, по помойке. Наша администрация дает возможность моим детям и всем остальным детям, которые ходят по данной дороге, привыкнуть к мусору с детства. Мы организовывали субботник нашим домом 76-м, по тракту 86, и привели в порядок, убрали всю территорию вокруг нашего дома, не только придомовую, но и дальше. Был вывезен целый грузовик, кое-как туда мусор этот весь поместился, выделяла грузовик управляющая компания, было вывезено. Но, тем не менее, конечно, мусор все равно появляется на тех же местах, потому что его растаскивают собаки из мусорных контейнеров. Собак у нас здесь тоже приличное количество. Сейчас борьба с грустным званием мусорной столицы ведется активнее, чем раньше. На определенных участках виден хороший результат. Некоторые убрать пока невозможно. От накопленного десятилетиями мусора можно избавиться только с помощью тяжелой техники и многочисленных человеческих рук. Второе место по праву можно отдать так называемым воинам забайкальцев с управляющими компаниями. Только на этой неделе телеканал ЗАПТВ рассказал три такие истории. Предисловие везде одно. Смрад из подвальных помещений, отсутствие ремонта и света в подъездах, детские площадки, на которых можно смело снимать фильмы в жанре хоррор. К управляющей компании, а то, что они не работают. Они не работают, они внимания никакого на нас не обращают. Им все по боку, как и что мы. Вы платите все, а платите срочно, немедленно, в течение 10 дней вы должны погасить все. За что, интересно, за что? Подъезд у вас убирается? Подъезд у нас убирается очень плохо, очень. У нас и не моют, и не метут никогда. Когда прямо со слезами у нас ходит одна женщина, на пятом этаже живет, она вот ходит там со слезами, умоляет их, чтобы они только нам что-то сделали. Состояние наших подъездов. Дожди идут, все это течет. В прошлом году было вообще страшно. Мы это собирали воду тряпками, ставили в ванны, тазики и прочее. Ни покраски, никакого ремонта вообще не было, не проводилось и не проводится. Деньги мы исправно платили в ту компанию. Пришла эта компания до мувит. Значит, мы даже договора не хотим с ними заключать, потому что мы не видим результата. Вот до этой компании были компании, ничего не делалось. Самоуправству таких компаний не видно ни конца, ни края. Радует одно. Когда корреспонденты нашего телеканала выезжают на подобные съемки, дело обязательно сдвигается с мертвой точки. На третьем месте беспризорные животные. В то время, пока владельцы домашних питомцев запасаются поводками и намордниками, агрессивные стаи бездомных животных продолжают вселять в четенцев страх. Стоит отметить, что после июльского наводнения прошлого года армия собак стала еще многочисленнее. Если посчитать, штук, наверное, 20 больше. У меня дочка пошла туда, внучку отводить, и испугалась. Потому что они, знаете, что это, кот бежал, они вообще ужас. Короче, зажует кого-то только в путь. Собак много еще, тут бабушки их подкармливают. И маленьких собак уже штук, наверное, 15. Никогда не видела, что подплавливали. Мешают, дети же бегают маленькие, согласен. Есть лошенец, которые особенно злые, необычно. На людей нападают? Как бы я не видел, что нападали, но могут, что они, я скажу, дети, особенно дети, взрослые, могут как бы отбиться. Наш телеканал продолжит рассказывать о самых масштабных проблемах краевой столицы. Если у вас есть интересная история, мы ждем ваших звонков по номеру 415107. Юлия Сидельникова, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ